Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Принимать звонки начали задолго до официального времени начала горячей линии. Сделано это было для того, чтобы как можно больше людей могли дозвониться и поделиться своей проблемой. Большинство поступивших вопросов так или иначе касались нехватки медицинского персонала. Сетовали на часто меняющихся участковых и жаловались на большие очереди к лору и окулисту. У меня такой вопрос. Оттуда вы далеко приехаете, на поликлинике, и к врачам окулисту, лору, и терапевту, плящан и галей. Всегда народов много. Почему так? К сожалению, ситуация такова, что к этим специалистам, которых вы перечислили, лор, окулист, у нас еще есть ряд специальностей, где острая чувствуется нехватка врачей. На сегодняшний день в городе работает всего три лор-врача. И вот предыдущий был звонок. Здесь могу сказать, доктор, который находится в декретном отпуске, она отозвалась на нашу просьбу, несмотря на то, что совсем маленький ребенок, и вышла на работу на прием, потому что врачей нет, врачей не хватает. Дефицит кадров остается основной проблемой больницы. Потихоньку ремонтируют отделения, в которых просто некому работать. По словам Альбины Кузнецовой, на сегодняшний день больница может принять 79 специалистов. А это огромная вакантная дыра, которая за последние годы образовала здравоохранение. В этом году после медицинского вуза в Нефтеканск приехали работать всего четыре молодых врача. В то время, как, польстившись на программу «Земский доктор», по которой выплачивается в качестве подъемных миллион рублей, город покинули семь врачей. Один из поступивших звонков касался очереди на обследование УЗИ. Ни для кого не секрет, что попасть на бесплатное УЗИ очень сложно. А одна из дозвонившихся посетовала на сложную процедуру оформления на диспансеризацию. Два раза в год. Мы должны сначала к нему по туру записаться. У него лакушно-корринатное движение. Пока напишем, да, на эти деньги мы себя скажем с тобой. Потом к врачу, всех врачей пойдем. Потом идем на запись в Монгловой. Альбина Кузнецова прокомментировала, что такая сложная процедура сбора анализов необходима по закону, для того, чтобы избежать перегрузку отделения пациентами, которые не нуждаются в диспансеризации. Всего за чуть больше часа на телефон горячей линии поступило больше 50 звонков. Все вопросы главврач обещала взять на карандаш. Полина Сюткина, Решат Исламов, информационная программа «Время новостей».